Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами знакомимся и смотрим на новый игровой народный топчик. И да, это опять же смартфон от компании Honor. В последнее время ребята как-то прям уж сильно зачастили. Пару недель назад они уже представили игровой Honor 90 GT и теперь на и Honor X50 GT собственной персоной. Но это не помешало сделать им действительно один из самых мощных смартфонов за свой прайс. Но уже из более доступного ценового сегмента, так еще и вполне себе приятным, хоть и немного заезженным внешним видом. А знаете ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику из Китая и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм. Так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так тут я вручную мониторю и отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная. Все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Ну что ж ребят, ну согласитесь, смотрится смартфончик в принципе неплохо. Да, это полная субъективщина, кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то вообще все эти геймерские вени и мотивы считает баловством. Хотя опять же X50 GT ну не прям какой-то мега вычурный девайс. В черном цвете так вообще чистейшая классическая классика без каких-то намеков. А вот серебристам уже повеселее. Хотя опять же не кричит о своей геймерской направленностях. Например те же Ace Rock Phone или например Nubia Red Magic. Ну мэджики там вообще уже пустились во все тяжкие. Там дизайн явно не с нашей планеты. И спокойных вариантов нет. Хотя это как посмотреть. Например есть мега заряженная Nubia Z60 Ultra. Это тот же Nubia Red Magic 9 Pro. Но только в более так сказать солидном представительском, не геймерском дизайне. Так я поглядел, сейчас выходит даже дешевле той же 9 Pro. И камеры там поинтереснее. А вот безрамочные экраны у них идентичны. Да и большинство других параметров тоже. А она в базе идет на Snapdragon 8 Gen 3. Но опять же это для тех, кто смотрит в сторону максимальной производительности. Но кому не нужен тот самый игровой дизайн. Ну или вон опять же те же сливы Ace Rock Phone 8 поколения. Тоже успокоился и будет таким гибридом классического и игрового стиля. Но как по мне это прям какое-то расстройство. Я ждал все-таки от Роуга другого. Так они еще и экран продрявили. Ладно, наш герой, как я сказал ранее, не из топового сегмента. Сравнивать с теми же Nubia и Роугами его точно не стоит. Это боец фронта до трех сотен баксов. Так сказать из самого массового ценового сегмента. Но оно и интереснее. Именно тут больше всего мобильных геймеров. Ну и чем он может похвастаться или расстроить, давайте-ка посмотрим. Так вот, сердцем нашего сегодняшнего героя стал вполне себе удачный, никогда топовый восьмиядерный 64-битный драконий чип, именуем как Snapdragon 8 Plus Gen 1 с максимальной частотой до 3 ГГц на ядро. За графику отвечает Adreno 730. Ну и вон тут у нас герой набирает более 1 миллиона трех сотен тысяч очков. Что конечно сейчас уже не удивительно, но все же это достойный показатель для доступного смартфона. Плюс говорят и о лучшей системе теплоотвода и теплораспределения. Обещали, что к предшествующей модельке смартфон греться не будет. Что ж, обязательно это протестируем и посмотрим, но только если, ребята, это будет опять же вам интересно. Так что не забываем опрожать его большие пальцы вверх и написать комментарий в поддержку, интересен ли вам тест народного игрофона от Honor или же нет. В общем, куплю, протестирую и посмотрим. Но что касается бумажной производительности, то уже на данный момент могу сказать, что смартфончик будет, ну, далеко не самым слабым. Объем оперативки тут от 12 до 16 гигов, а накопитель в базе идет на 256 гигов и в топе до 1 терабайта. А вот к весомым геймерским плюсам, которые действительно зарешают, можно внести автономку. Баночка, ребят, тут аж на 5800 мАч. Вполне себе, хоть и не самой быстрой зарядкой, но все-таки кое-какой быстрой 38 Вт. Тут скромненько, но все же, я бы сказал, более чем терпимо. Меня лично не смутило. Также к плюсам, хоть тут опять же кому как, из-за скругленных граней отнесу еще и экран. Так вот, машинка получила довольно крупный флагманский дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 2652 на 1200 точек, с частотой обновления 120 Гц, цитачем аж до космических 2000 Гц в одно касание и 600 Гц для мультитача. Тип используемой матрицы, разумеется, амолед, экранчик, конечно, ну не самый геймерский, не плоский и не без дырок, но зато с одним из самых интересных тачей на рынке. Возможно, поможет даже зарешать кое-где. Как за этот прайс выходит, что вполне себе адекватно. А вот по камерам в целом все не так круто, хотя для игрофона тоже норм. Фронталка тут на 8 мегапикселей в дисплее, основная же похвастается главным датчиком на 108 мегапикселей с оптостабом, 4,60 кадров в секунду и так далее. Затем у нас идет сенсор глубины резкости на 2 мегапикселя, который по факту, ну опять же, немногим-то будет и нужен. А вот ширик или хотя бы трехкратный оптический зум зашел бы просто на ура. Но, увы, хотя опять же, тут упор делался не на фото и видео возможности, а конкретно на железо. Как я понял, девизом были максимум производительности за небольшие деньги. К дополнительным особенностям новинки хочу отнести 13-й Android, скоро, опять же, как сказали, обновлением до 14-го, зато на максимально свежем Magic OS 7.2. Также аппарат получил продвинутый, хитрый 7-й и 1-канальный звук, хотя, насколько я знаю, там всего 2 динамика, но я могу ошибаться. Однако производитель заверяет, что за эти деньги, опять же, тут ставится самый лучший звук. А также смартфон получил защиту от влаги по стандарту IP53 и, конечно же, NFC. Что до ценников, то на данный момент, ребят, с завода огласили такие. За вполне солидную базу на 12 оперативов, плюс накопитель на 256 гигов, просят от 270 баксов. Плюс там еще какие-то суперскидки у себя на родине и должны довести примерно до 250. А в переводе по сегодняшнему курсу это плюс-минус около 23 тысяч рублей. И, как по мне, это очень даже бодро. Правда, на том же Алике, он, конечно же, на первых парах появится дороже. Но с завода цена очень даже конкурентоспособная и делает смартфон одним из самых мощных за свои деньги. Ну и стоит ли он того или же нет, как всегда, пишите в комментариях. На этом мой новостной ролик подошел к концу. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok